Здравствуйте! В эфире программа «Поэзия судьбы» и я, ее автор и ведущий, Евгений Панасенков. Не знаю, как у вас, но у меня сегодня, несмотря на декабрь, совершенно весеннее настроение. Что хотите со мной делайте, хоть режьте, а весеннее настроение. Еще недавно у нас тут в редакции КП, где в Москве, недели, дни, просто кошмар, дождь, пасмурно. А сейчас как-то плюсовая температура, солнце появилось. Такое, в общем-то, неслыханное для нашего региона событие, потому что действительно вышла эта фантастика. И несмотря на то, что, в отличие от многих моих коллег, я не уверен, что эта весна действительно очень близка, но так вот, знаете, постепенно, вот видите, как вот у меня на этой такой, как бы белой ленточке, видите, этой черепашки, медленно-медленно, но мы до весны доберемся. И сегодняшний выпуск моей передачи «Поэзия судьбы», он посвящен Булгакову. Но, поскольку вы все знаете биографию Булгакова, и наверняка многие из вас читали или смотрели в плохой постановке или в относительно хорошей постановке «Мастера Маргариту», то я не буду, вот так сказать, в мелочах как-то себя терять, а мы найдем главное. А главное что? Это его потрясающий дар Булгакова и эпоха. Вот как человек мучился в эпохе, как художник и власть, и даже не столько художник и власть, а художник и общество, потому что общество это, как ни странно, вот, в общем-то, оно и есть власть. Ведь никогда одним человеком ничего не заканчивается, никаким Сталином власть не начинается, не заканчивается. Это я могу сказать как историк. Так вот, мы рассмотрим эти темы и тему игр с властью, потому что все знают, что, да, Сталин играл с творческими людьми. Многие пытались с ним играть в эти игры, как бы вот, знаете ли, так это, как в 19 веке говорили, сбледнуть лицом. И вот они, но это не приводило ни к чему хорошему, потому что в итоге всех этих потом уничтожали. И в этой связи я буду говорить, знаете, такими хлестскими фразами, быстрыми, времени мало, материала много, но я думаю, что мы все получим от нашей сегодняшней беседы некоторое удовольствие. Итак, художник и власть. Прежде всего, сразу развеем миф. Значит, власть никогда не ограничивается одним сатрапом. Вот мы все его, значит, навидим. Вот Сталин плохой, вот он, значит, там. Слушайте, Сталин никого в ГУЛАГ лично не водил, никого там не стерег. Он доносы не писал. Это делали миллионы людей. Это генетика. Крепостное право, это, так сказать, все древляне и поляне. Это все генетика. Ну и, конечно, благо приобретенные поколениями, веками, ментальные какие-то страшные вещи. Действительно, в 20 веке Россия испугала мир появлением такого колоссального процента дикарей на исторической арене. Этот дикарь называется Шариков. Вот как бы его литературная такая метафора – это Шариков. И потому я считаю, что главный роман 20 века с точки зрения нашей советской литературной традиции – это отнюдь не «Мастер и Маргарита», а, конечно, «Собачье сердце». Потому что «Мастер и Маргарита» – это, как ни странно, вынужденная такая история из-за того, что есть «Собачье сердце», из-за того, что есть Шариков. Почему? Рассказываю. Кто такой Волант? Волант – это главный герой «Мастера и Маргариты». Хотя его нет в названии, есть в первом названии, да, как бы вот все эти «Дьяволы, Дьяволы». А потом, постепенно, к концу уже последнего варианта в названии «Дьявола» Воланда нет. Так вот, Волант – все равно главный действующий персонаж, лицо. И для чего он нужен? Вот для чего нужна эта сила, которая творит справедливость? Волант – это мечта, извечная мечта несчастной, забитой нашей интеллигенции о справедливости, которую она никогда не будет получать. Ну, только в романе, только в искусстве. Значит, представьте себе, что жизнь наша с вами, Булгаков – это одно и то же, потому что в России ничего не меняется. Она на бытовом уровне мещански-дьявольская такая, отвратительная. Ну, просто ад, такой, как сказать, бытовой ад, вот во всем. Везде хамства, глупости, воры, какие-то непонятные вещи непрофессиональные и так далее, и так далее. Вот это наша жизнь. И мы мечтаем о том, чтобы пришел какой-нибудь человек, какая-то сила, которая вот махнет плащом и все это к черты матери этих подлецов уберет. Понимаете? Да, конечно. И когда людей лишают голоса, и не только голоса, но и эха этого голоса, когда людей лишают возможности нормально жить и, так сказать, нормально себя выражать, тогда они начинают мечтать. Потому что против лома нет приема, все понимают, и тогда начинаются мечты вот о таком человеке, который будет обладать сверхъестественной силой. Потому что на самом деле, вот правильно Валя Гафт говорил, что, ну что он когда играл в Воланда в постановке «Кары», ну там же он играл человека, в общем-то, да? Там нет ничего такого сверхъестественного. Просто вот человек, который показывает, что он может. И вот это мечта интеллигента. Кстати, о том же мечтал и Альберт Камю, который писал «Каллигула». Вот для чего он нашел этого дивного императора, который откровенно уничтожает этих мерзавцев, сенаторов и так далее. Потому что он каждый день мучился с мещанами в миру, вот в мире, где он жил. Но он не мог, он не мог, у него не было ничего, никакого оружия, кроме как вот то, чем он писал, да? И он написал «Каллигула». Так и здесь, вот в Волант. И Волант оказался нужен, потому что слишком много шариковых. Шариковых. Кто такой Шариков, рассказывают. Ну, вы все видели замечательную экранизацию. И я хочу напомнить, это ведь написано в 1925 году. Сразу после революции военного коммунизма, гражданской войны, вот буквально тогда. И написан портрет как бы коммуниста, большевика, но на самом деле это метафора. Это гораздо более такая обобщенная история, да? Потому что там собраны все черты вот этого неодертальца, который параллельно с людьми как-то выжил в мировой истории и остался. Который определяет с собой новый век, который учит образованных людей. Вот это ничтожество позволяет себе учить. Вот этот хам, грядущий хам, о котором говорил в 1903 году Дмитрий Сергеевич Мережковский. Он пришел, он захватил власть. То есть, есть такое примитивное существо, которому Швондер дал свои выродские книжки, чтобы научить его быть дураком еще большим, не только дураком, но и подонком, и убийцей. Вот его научили, и он почувствовал свою силу, ему дали паспорт. Здесь самая главная трагедия, это когда я хожу по улице, я смотрю, вижу и понимаю, что какое количество мяса ходит с паспортами. Это страшная история, потому что мясо, оно и автомат может взять, оно и, так сказать, может голосовать, оно и масс-культура, оно выбирает, что смотреть, что слушать, это попса и все прочее. И Шариков, понимаете ли, вот это с литературной точки зрения очень опасная штука была для Булгакова. Ведь молодой человек тогда еще, ну он родился в 1891 году, вот считайте, 25-й год, молодой человек фактически. Он был красивый, хорошего роста, еще до того, как его стали морить голодом наши подонки, так сказать, не запрещая все произведения, его фактически сломали, сделали больным человеком. Он был высокий, красивый парень, на самом деле очень красивый человек. Щеголь, эти бабочки вечные, костюмы красивые, все. И, как он курил красиво, и это выводило из себя не только Сталин, не только, конечно, показывал превосходство. Что Сталин, метр шестьдесят два или метр шестьдесят четыре ростом, значит, узкий лоб, рябое лицо, одна сухая рука и при таком росте маленького 44-го размера обуви. Прелесть, прелесть. Но ведь Сталином и вообще всеми диктаторами-сатрапами пользуются кто? Мелкие вот эти гады, сошки, которые завистники, которые как бы конкуренты бездарные. И они видят, что гениальный писатель. Напишем донос, что он антисоветчик. Там, конечно, другие поймут, что антисоветчик запретят. Но Сталин был, он был изувер, был человек, конечно, больной психически, но при этом не лишен, не лишен, в общем-то, извилин мозгов. Он был человек в каком-то смысле талантливый. Он умел читать, он умел отделять талантливого человека от неталантливого. Талантливых он ненавидел, но он умел отличать. Сейчас ведь никто ничего не читает из этих. Он умел читать и сам речь себе готовил. И вот он любил играть в такую дьявольскую игру, игрушку с творческой интеллигенцией. Он выбирал себе жертв среди очень талантливых. Он глубоко любил как талантливого человека. И этим же его и ненавидел, потому что он понимал, что он превосходит его, товарища Сталина, Кобу. И вот началась эта страшная игра. Когда он пару раз как бы спас Булгакова, уже когда написали доносы, должны были посадить и уничтожить, он его спас как бы от всего этого. И разрешал там на год или сколько-то играть и, так сказать, не турбинных в Амхате, но только в Амхате, так сказать, в подконтрольном театре, который близко, четко и так далее. Но потом постепенно вот эта игра стала очень опасной. Потому что нельзя играть с властью на самом деле. Власть все равно предаст и уничтожит. И мы это увидим в конце. Итак, вернемся к Шарикову. К Шарикову, который эту власть держит, кормит, любит и позволяет ей жить. Сейчас мы посмотрим на его портрет так, как мы, как вы увидели абсолютно правильно, портретное сходство в знаменитой экранизации. Я попрошу аппарат нашу подключить к нам такой большой отрывок из этого милого произведения, из этой потрясающей экранизации. И мы сейчас все насладимся тем, что, так сказать, хотя, в общем-то, я не понимаю, что мы будем наслаждаться, как будто мы этого экранизациями, как будто мы этого не видим на улице. Мы каждый день это видим на улице, но здесь, в роли профессора Преображенского и Великий Евстигнеев, поэтому мы как бы вот в этом плане можем получить такое неожиданное удовольствие. Итак, отрывок из экранизации «Собачьего сердца». Да, ну, видите ли, это было бы так смешно, если бы не было так грустно и печально. На самом деле, все показательно. Вот Булгаков сформулировал через вот это неодертальство Шарикова все то, что говорят и думают, так сказать, те, кого мы видим, особенно по центральным каналам. И дело в том, что, видите ли, ведь вот Шариков, да, почему он так еще не понравился нашей партийной элите, почему роман был долгое время запрещен, и еле-еле Морет Чудакова его вводила в упоминание уже в биографии Булгакова после 1966 года, когда издали «Мастера Маргариту». В биографии упоминать было нельзя. Еле-еле вводили название, что было такое вот в 25-м году произведение под другим даже каким-то названием, хоть как-то, хоть что-то. Видите ли, он очень был похож на каких-то лидеров. С одной стороны, Чугункин, Клим Чугункин, да, вот как звали того, из кого гипофиз взяли собаки Шарикова, да, Чугункин, Чугун, Сталин, Клим, Ворошилов. Описание Шарикова, значит, узкий лоб, Сталин, да, такие приятные черты лица, в которых может себя узнать каждый. Дальше, кто снабдил этого неодертальца опасной книжкой Швайндер? Вот, если мы вспомним революцию первые годы, пока в 37-м товарищ Сталин не выкосил, так сказать, товарища революционеров, вот, дальше я в прямом эфире не продолжаю. И, замечательная фраза была у товарища Шарикова, такая, очень, мне, для меня, как это сказать, в моей биографии отчетливо прослеживающаяся в таком отрицательном плане, он говорит, у вас все такие, значит, негодяи и так далее. Это мне очень многие говорили в течение жизни, там, я же люблю вот так высказаться, покритиковать, что там эти Шариковы, эти такие-таки, это у вас все плохие, это мне говорят, вот, они с позиции Шариков. Шариков, нет, я, как профессор Преображенский, у меня хорошие, вот, ученые, да, как и он, мировые светила, вот, в театре три драматурги, режиссеры, там, артисты те, которые талантливые из них, и так далее. Но, конечно, уж, если гадость, я и так скажу, что гадость, ну, а если много гадостей, что же я буду скрывать, что ее много. Ну, конечно, не все, но вот Шариковым кажется, что если их поставили в угол и назвали, вы Шариков, вот вы, так сказать, такой, они вот сразу обижаются. Иногда я даже показываю Шариковым вот отрывки из «Собачьего сердца», они не узнают себя, вот, абсолютно, так сказать, как, хотя очень похожи, прямо по всем показателям. Между прочим, вот, эти две такие профессии, тут режиссер, тут, так сказать, режисторик, но вот как режиссер, у меня, кстати, я говорю актерам, то же самое прошу, что и профессор Преображенский-Шарикова. Первое, не гоняться за окошками дранными, не хлистать водку, но и немного читать хоть что-нибудь. Ну, желательно, конечно, не газету «Правда», которая сейчас, что не канал первый, второй, то все газета «Правда». Вы понимаете, еще такой нюанс. Вот Шариков, это такой, потом ведь он стал замечательно, преобразился и стал генсеком в виде Хрущева. Вот это в чистом виде был Шариков, просто вот одно лицо и жесты, и тексты, ощущение, что неизданный роман, повесть Булгакова, повесть, да, Хрущев прочитал, хотя был малограмотный товарищ. Нам сейчас опубликовали замечательное письмо маленькое, молодого Хрущева, где он пишет, что вот людям умств, как сказать, мускульного труда и умственного труда, значит, нужно то-то и то-то. Дивное письмо, в каждом слое по две ошибки. Вот такой был правитель страны. А потом удивляемся, а как так у нас, что же? Генетика потрясающая, да? И в связи с этим, как бы от себя, еще вставлю вам маленькую цитату из Великого Булгакова, которую он вложил в устав профессора Преображенского, который преображает, но, к сожалению, не всесильный, чтобы преобразить, так сказать, урода сделать человеком. Итак, еще раз прошу аппаратную включить нам, товарищи, господина Преображенского в исполнении артиста Евстигнеева. Знаете ли, профессор, если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступились бы самым возмутительным образом, вас следовало бы арестовать. За что? А вы не любите пролетариат. Да, я не люблю пролетариат. Зина, подавай, голубушка, обед. Вы позволите, господа? И вот почти сразу посмотрим еще один отрывок из этой экранизации. Вы знаете, бывают странные сближения, как сказал поэт. И свеча – это атрибут сакральный, очень интимный, атрибут поэтический, потому что свеча горит, и перо скрипит, и свеча горела на столе, и все прочее, и Пастернак, и можно вспоминать Пушкина, и кого угодно, Байрона, кого угодно. Но вот свеча иногда бывает и признаком мракобесия. И вот большевики, которые сначала зверски сносили храм, потом зверски засыпали бассейны, потом пытались на месте бассейна забеременеть, все же держат свечки. И поют про то, что жизнь как была темная, так и будет темная. Вот сейчас, пожалуйста, аппаратная, я прошу вас включить еще раз, посмотрим на большевиков, которые держат свечки и молятся. Ну вот, мы увидели в очередной раз швондера со свечкой, но, пожалуйста. Конечно, Булгаку было тяжело жить, потому что на смену таким годам успех, когда и Зойкина квартира шла, и Дни Турбиных, Белые гвардии, все стали запрещать, он стал нищим. Действительно, это сложно представить сейчас, когда там, значит, седьмой континент, здесь восьмой континент, там, значит, беременят на месте бассейна, уничтожали людей. Я думаю, сейчас все тоже будет в порядке с этим. И были годы, когда действительно он хотел покончить жизнь самоубийством, и даже, это не тридцать седьмой, это уже двадцать девятые тридцатые, когда он писал Сталину и в ЦК, отпустите меня за границу, потому что жить невозможно, ни на что, все ненавидят, и в каждой газете уничтожают. Кстати, Булгаков сам в начале тридцатых подсчитал, что за десять лет рецензии, какие были положительные и отрицательные, двести девяносто восемь отрицательных, уничтожающих рецензий, только три относительно приятных. Поэтому, вы знаете, прав был поэт, ты сам свой высший суд. Никогда не слушайте, так сказать, этих критиков, потому что они либо глупы, либо часто еще и ангажированы властью. Вот, и, кстати, у Ахмадулина потрясающее стихотворение про литературу Веда, его жену потом почитайте, найдите где-нибудь в интернете, или лучше в книге, такие есть еще. Знаете, штуки раньше были, книга называется, бумажки, листочки. Там, душа в ней была когда-то. А сейчас? Нет, вот это дело, компьютер, интернет, они хороши. Я сейчас только понял, зачем интернет. Потому что, ну, зачем это фельдкина грамота, когда люди себя друг друга не видят, не общаются, не чувствуют, глаза, и как бы ничего нет. Нет. Кое для чего интернет, пока не закрыли, оказался очень действенен, и я даже, так сказать, ну, ради этого, может, был изобрести, так сказать, интернет, чтобы, знаете, иногда зимой могла случиться весна. Ну, ладно, петь не буду сегодня. Знаете, была песня «Сердца четырех», не путать с фильмом «Сердца трех», в сороковых годах, там все стало вокруг голубым и зеленым. Послушайте, тоже там найти YouTube, туда входите, мимо. Хотя были и пленки, были и диски, так тоже было когда-то. И вот мы должны понять, что Булгаков умирал с голоду и мучился не просто так. Страна была, была, конечно, это я неправильную форму употребил, но, тем не менее, уж ладно, так сказать, а то все удалят, вырежут, была дикой страной, страшной страной. Я вам хочу сейчас поставить такой речь простой советской женщины. Речь, очевидно, написанная, потому что она там путается, она слов даже не понимает простых, чего ей написали, поэтому она еле звучила, путается, вы это услышите. Но она очень показательная речь, потому что, когда мы сейчас ужасаемся тому, что происходит, мы должны понимать, что ужасаться все очень логично, а другого быть и не могло с таким прошлым, с такой генетикой, с такими тетками. Вот, а не тетки, они просто как перерождаются, перерождаются на тех же площадях, все, с теми же... Ужас! Итак, я предлагаю вашему вниманию речь, я не знаю, она, чесальщица, она, мотальщица, с какого она завода, с села тыла, я не знаю, но, в общем, речь советской женщины, которая, с моей точки зрения, фантастически имеет художественное значение в плане своей бредовости, зомбированности и вообще такой общей, состоянии общей дикости. Аппаратно, я вас очень прошу. Товарищи, разве мы думали, что наши дети, что наши внуки будут в детских садах, будут в детских яслях, будут на курортах, в санаториях, а не только мы дети-то, и мы-то с вами и на курортах, и санатории, и домоходах, все, товарищи, для нас все создал. Спасибо тебе, Великий Сталин, спасибо тебе, наши поколения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Товарищи, но мы знаем, в каких трудных условиях досталась нам эта победа. Мы знаем, что гады, презрелые, негодяи, предатели, франкисты, бухаренцы, Рыжевцы, стаикная свора хотела продать нашу завоеванную социалистическую родину, но они просчитали-то. Наша партия, наш великий Сталин, наш нарком Николай Иванович Ежов крепко храняют. Ну, видите ли, поскольку нарком товарищ Ежов нас крепко храняет, можем не беспокоиться, все очень хорошо. Хорошо. И тут же в речи все видно, все понятно, действительно, как Сталин держится у власти. Ну, как Сталин? Все же очень понятно. Есть троцкисты, рыковцы, бухаринцы, как она там кричит, это больная. Есть враг, угроза внешняя, а как без внешней угрозы? Ну, что же мы, куда же мы без внешней угрозы? И, конечно, ладно внешняя, есть внутренняя пятая колонна. Вот эти все гады эти презрелые, она не презрелая, не знает, она же не адертальца. Вот, и внутренние враги, ну, кто это? Ну, вот, там троцки уже дремлет, это пятая колонна, понимаешь, западное влияние, все. Сейчас это, это же не важно, как назвать, там, троцкистом или истом другим, так сказать, не важно, кто он любит, Троцкого или другого мужчину, это же главное найти врага. А нашли врага для народа, и сразу понятно, почему экономики нет, почему того нет, и оказывается, вот те, бухарин и виноват один, ну, Рыков, конечно, тоже. И, видите ли, в этой связи, в связи с тем, что генетика, вот Сталин пытался отменить генетику, даже Вавилова для этой цели убил, но в итоге сам помер в луже мочи, а генетика как была жива, так и живет, к сожалению, потому что наука страшная, ибо она о чем говорит, вот, если, так сказать, что-то больное, уродливое было, оно и переродится, и если, наоборот, что-то красивое было, оно тоже переродится. Правда, если красивое смешать с чем-то таким или внедрить какую-то мутацию гена, оно будет тоже уродом, вот что страшно. Тут, видите ли, почему, но это уже отдельная тема, мы не будем в нее углубляться, потому что тоже опасно, сейчас, видите ли, такая политкорректность везде, и вот Джеймс Уотсон, великий генетик, Нобелевский лауреат, который ДНК расшифровывал, ему 83 года, он уже себе может позволить говорить все, что хочет, и вот его советуют читать. А я еще, так сказать, пока не все могу в прямом эфире сказать по поводу открытия великого Джеймса Уотсона. И сейчас, так сказать, по следам выступления этой чесальщицы, мотальщицы завода, я хочу вам поставить дивную подборку, ну, конечно, под музыку, а как же, нам песня строить и жить помогает, под музыку, подборку советских плакатов, которые тоже очень ярко живописуют нашу зажиточную жизнь, которую товарищ Ежов охраняет. Знаете, Ежов вот такой был. И, ну, про потом тоже убили, Сталин же убил, потому что слишком много знал. И, в общем, посмотрите, насколько мы уехали от этого далеко вперед. Аппаратно я вас прошу, дайте нам светлое прошлое. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да, ну и вот, значит, вы все посмотрели. Мы, так сказать, можем сравнивать. Вот в каком, так сказать, полном, так сказать, счастье жил Булгаков и советские люди. И, конечно, гений был явлением страшным для этой дикой системы, очень опасным. Он был вне закона по своей природе изначальной. И даже когда вот в одной компании они сидели, Булгаков, Пастернак, и эта компания собралась по поводу дня рождения, так сказать, хозяина дома. И они были в гостях, Булгаков и Пастернак, и вот нужно было произнести первый тост, и Пастернак поднимает тост за Булгакова. Ему говорят, слушайте, ну, надо поднять за именинника, за хозяина дома, потому что это он сегодня законное явление. И Пастернак гениально сказал, он законное явление, а Булгаков незаконное явление, поэтому я поднимаю за него тост. Вот в этом весь великий поэт Пастернак. И действительно, любой гений, на самом деле, во все времена явление незаконное, и потому что, во-первых, как я вам сказал, дело не только в несчастном Сталине, господи, боже мой, маленький старикашка, все. Дело ведь в ком? Дело в тех дикарях и фашистах, которые поддерживают Сталина, Гитлера, любой диктаторский режим, любой режим черных полковников Греции, там, абсолютно, это не важно. Главное, ваши соседи. Вот кто производит вброс противных всяких действий в жизнь вашу. Это же делает не один человек, не два человека, даже не три человека, скажу, более, даже не четыре. Для этого нужна поддержка процента народа населения. И весь ужас в том, что процент вот этих вот дикарей, шариковых, он очень велик. Так, поэтому мастер всегда будет страдать. И Воланда на всех не хватит. Потом Воланда все-таки такая мечта интеллигенции, где же его взять, Воланда, да. Сейчас как-то уже все пропало, и Мефистофель давно не появлялся. Знаете вообще, как изобрелить? Кинокамеры, там все, и даже уже на мобильниках, и на этих айфонах все есть. Как-то чудес стало меньше. Раньше, какую газету не откроешь в 19 веке? Еще даже, ладно, там в средние века, там это было постоянно. А в таком-то Лурде или где-то везде видели, там Деву Марию, там, значит, тут там Пиноккио, там тролли, где-то эльфы еще же. Сейчас никого не осталось. Почему? Ну, может, потому что уже нельзя снимать, а так, предъявить доказательство, что ты лично видел, что с тобой Дева Мария общалась. Вот видите, как из нашей жизни уходит, уходит как бы выдумка, но уходит в то же время какая-то фантазия уходит из жизни, да? Ну, может быть, и хорошо. Не знаю, точно не смогу сказать. Точно знал только все Шариков, вот он все знал. Кстати, по поводу Шариков. Вы знаете, это тоже неправильно вот только смеяться над ним и считать, что он только один виноват. Виноват еще отчасти, конечно, и профессор Преображенский. Ведь профессор Преображенский, это тоже метафора, и это не 20 век. И дело не только во Франкенштейне, и то, что это Мэри Шелли, в 19 веке все раньше было. Было, например, в 18-м. Просветители такую изобрели теорию. Вот, значит, хороший, добрый дикарь. Добрый дикарь, да? Все они думают, что вот если где-то там с косточками в носу кто-то ходит, грязный, то чем грязнее, он ближе к Богу, так сказать. Такой добрый, если ему все дать, там, значит, квартиру, 6 пособий, значит, там, французский, английский паспорт, он, этот дикарь, будет очень добрый и хороший. Вот. Но они обознались, ошиблись, вообще были в этом плане неумными людьми, так сказать. Но это тема отдельная, тоже не для прямого эфира. Прежде чем к себе в квартиру подселять Шарикова, надо думать. Потому что, с одной стороны, он будет пить и гоняться за кошками, он не будет ходить в театр и какую-то литературу читать. А еще страшнее, если ему какой-нибудь Швендер подсунет какого-нибудь Каутского, переписку с Энгельсом. Что же это будет? Вот что было, то и будет. И вот эта идея о всеобщее, не то что равенстве перед законом, а одинаковость, это чувствуете филологическую разницу, что все одинаковые. То есть Шариков и Превраженский одинаковые. Вот эта великая, страшная идея, которая зародилась в конце 18-го, в 19-м веке получила оформление и философско-социальное, там сначала Бобёв, в конце 18-го, потом Сан-Симон, потом Маркс и так далее, и так далее. Вот эта вся история, она дикая и страшная. Нельзя, понимаете, что все одинаковые. Нет одинаковости. Как говорил Ницше, добрые для добрых, нежные для нежных и так далее. Нельзя же, чтобы было добрые для не добрых, нежные для тех, кто физиологически, но просто по своей натуре не способен, вот вырезан у него это чувство нежности. Какая-то она только может убивать. Поэтому он никогда не будет в вашей квартире жить мирно. И не надо быть наивными дураками, пускать его в свою квартиру, потому что профессор Преображенский смог его обратно в собашку вернуть. А мы же сейчас уже ничего не можем, понимаете. Я прилетаю в аэропорт Шарль-де-Голь в Париже и, так сказать, да, ну ладно, это не для эфира. Так вот, вы понимаете, дело в том, что ответственность, и должна быть ответственность не только дегенератов, у них не может быть, вернее, ответственность, потому что они дегенераты по определению. Должна быть у профессоров ответственность перед тем, что делать. Так, это я вам тоже сказал. Ну и вернемся к играм Булгакова со Сталиным, Сталина с Булгаком. Нельзя играть с властью. Прокофьев вернулся из эмиграции, писал музыку для власти, для всех съездов, гениальную музыку такую, апофеоз советской власти, там какие-то закладывал, конечно, издевки в нотах, но неважно, в общем, над всеми так, сверху на всех смотрел, что он уже с властью дружит, и вдруг его просто уничтожили практически Прокофьеву под конец жизни, просто уничтожили, и он умер от этого. Нельзя играть с властью. Александров, Григорий Александров, вот какая разница, любовник из Эйнштейна, великого режиссера, да, из Эйнштейна гениальный человек, и он в «Иване Грозном» во второй серии показал участь Сатрапа, чем он кончит, да. Александров талантливый человек, муж Орловой, любови, и снял замечательный фильм «Веселые ребята». Замечательно все. А потом, как сказал Сталин, перелизал. Это был фильм «Светлый путь». Там уже Орлова, значит, голливудская красавица, и она уже там, значит, на всех станках работает, и в конце даже на машине летит, почти как Джеймс Бонд, только у него даже он не летит, а это летит, где-то там над ВВЦ, в ДНХ. Это кошмар был. И Сталин говорил, мы думали, что у вас будет комедия, как обычно, талантливая, а вы просто перелизали нам, так сказать, нельзя играть, нельзя заигрываться, потому что все равно уничтожат. И то же самое было с Булгаковым. Потому что Булгаков написал, как вы знаете, в конце жизни пьесу «Батум» про молодость товарища Сталина. И пьеса была такая выхолощенная, такая подбострастная. Сталин, когда прочитал, он понял, что вот это слишком, и это нельзя даже людям показывать. И он его наказал, так сказать, лишил своей поддержки и милости Булгакова, и Булгаков отчасти вследствие этого умер. То есть он травмировал себя Булгаков сначала тем, что сбледнул, а потом еще и тем, что покровитель его стал от него отказываться. Сейчас, знаете, тоже вот Александров, я вам сказал, сейчас тоже есть, вот с утра сообщили про одного режиссера, который тоже пошел в, так сказать, первое Б, последнее И. Ну что же, я думаю, что его ждет такая же участь, как и тех, кто этим занимался во времена Сталина. Ну что же, дорогие мои друзья, наш сегодняшний выпуск подходит, подошел уже к концу. Это была программа «Поэзия и судьбы», и я ее автор и немного ведущий Евгений Понасенков. Мы говорили о Булгакове. Я думаю, что мы скоро еще с вами не один раз увидимся, «Когда весна придет, не знаю, но не меняю адрес я». Я. 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 Я.